МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На пожарах погибло 15 человек. Печальную статистику пополнила и ушедшая неделя. 61 человек, из которых двое детей, пострадали. К счастью, 290 удалось спасти и эвакуировать из опасных зон. Далее подробности о происшествиях ушедшей недели. Минск чрезвычайный. Неприятным стало начало недели для 41-летнего владельца автомобиля ВАЗ-2101. Предположительно, в результате поджога его автомобиль полностью сгорел на проезжей части по улице Основателей. Во вторник около 8 часов утра поджог стал причиной пожара и в частном доме по улице Жебрака. О ЧП в службу спасения сообщили очевидцы. Работники МЧС быстро побороли пламя, но зданию теперь понадобится капитальный ремонт. Известно, что постройка принадлежит 38-летней Минчанке. В доме женщина не жила. Предположительно, сначала вспыхнула крыша, а после огонь распространился дальше. Основная версия произошедшего поджог. Виновников сейчас разыскивают. Вечером по неустановленным пока причинам горела одна из комнат трехкомнатной квартиры на улице Якуба Колоса. Огонь повредил диван, постельные принадлежности и закоптил квартиру. Оперативно прибывшие работники МЧС ликвидировали загорание и спасли 72-летнюю хозяйку квартиры с отравлением продуктами горения, термоингализационной травмой она была госпитализирована в больницу скорой помощи. Минск чрезвычайный. Поздно вечером на 101 поступило сообщение о пожаре на улице Фрунзе. По словам соседей, горела квартира на втором уровне четырехэтажки. Когда спасатели приехали на место, выяснилось, что загорелись вещи в одной из комнат. Пламя быстро потушили, но огонь уничтожил часть имущества. В соседней сгорящей комнате бойцы МЧС обнаружили хозяина апартаментов. Дедушка был без сознания. Около получаса медики пытались привести пенсионера в сознание, но его спасти так и не удалось. Сейчас выясняется, что стало причиной гибели хозяина жилища. Также неизвестна пока и причина возгорания. В среду утром в районе съезда на улицу Бабушкина прокинулся грузовик. По предварительной версии, причиной происшествия стал тот факт, что в автомобиле отказали тормоза. Больший груз двигался по внешнему кольцу со стороны Кижеватого. Водитель захотел затормозить, но машина продолжила движение. В итоге водитель, дабы избежать столкновения с другими автомобилями, свернул правее, наехал на бордюр и опрокинулся. В результате водитель оказался зажат между кабиной и землей. 33-летнему шоферу и его пассажиру понадобилась помощь спасателей. При помощи специнструмента они деблокировали застрявшего водителя и обоих пострадавших передали медикам. Вечер этого же дня выдался неспокойным и для жильцов многоэтажки по улице космонавтов. Их ждала эвакуация. Возгорание случилось на первом этаже. В этой квартире проживает 46-летний неработающий минчанин. В момент пожара его дома не было. Из-за сильного задымления спасатели эвакуировали из выше расположенных этажей 10 человек, в том числе троих детей. В результате пожара квартира закопчена, имущество повреждено. К счастью, пострадавших нет. Предполагаемая версия пожара – короткое замыкание розетки. Минск чрезвычайный. Предположительно, также короткое замыкание стало причиной загорания электрооборудования в моторном отсеке автомобиля Volvo XC90 2008 года выпуска в гаражном боксе на улице Лобанка рано утром в четверг. В результате огнем были повреждены оборудование, панель приборов, лобовое стекло, лакокрасочное покрытие и передние фары, а также закопчен сам горах. Повоевать с огнем пришлось спасателям утром и на улице Оршанской. Здесь загорелся частный коттедж. На момент возгорания в доме никого не было. Дымящаяся постройка не на шутку напугала соседей, которые и вызвали бойцов МЧС. В результате пожара выгорели деревянные элементы дома и сильно поврежден чердак. Причины пожара сейчас устанавливаются. В пятницу спасатели извлекли 120-килограммового мужчину из подвала. Сообщение о том, что в частном доме на улице Халтурина мужчина убал в глубокий подвал и не может выбраться, на 101 поступило вечером от родственников пострадавшего. Когда на место прибыли спасатели, пострадавший находился на глубине 3 метров. Для того, чтобы помочь ему выбраться, спасатели использовали пожарную веревку и жесткие носилки. После 42-летнего гражданина госпитализировали в больницу с черепно-мозговой травмой легкой степени и травматическим повреждением грудного отдела позвоночника. Минск чрезвычайный. В ночь с пятницы на субботу в результате короткого замыкания электропроводки пускового реле холодильника «Индезит» 2004 года выпуска на улице Уручской загорелось имущество в кухне трехкомнатной квартиры. Огонь повредил предметы мебели, бытовую технику в кухне и коридоре, закоптил квартиру и подъезд. К счастью, никто не пострадал. А в воскресенье на территории частного домовладения в первом переулке Щедрина из-за неправильного использования печи загорелась баня. Вспыхнула отделка отдельно стоящей одноэтажной бани. Огонь охватил немалую площадь – 30 квадратных метров. Прибывшие пожарные быстро справились с огнем. Никто не пострадал. Ну что ж, такой была ушедшая неделя в Минске. Берегите себя. До встречи в следующий вторник. С вами был Виталий Димбовский. Пока. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова